Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерия Дмитрия Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем третью главу «Песни-песни». В начале этой главы мы опять слышим голос возлюбленной. Начинается новый внутренний монолог. Она говорит и рассказывает сама себе историю своей души. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Спускается ночь, она находится у себя дома в городе, но душа ее неспокойна. Здесь по имени называется «Тот, о ком она думает». Его имя – «Тот, которого любит душа моя». В еврейском языке слово «нефеш», которое здесь переведено как «душа», имеет очень много значений. И нужно понимать, что любит не только душа, но любит сердце. И более того, все внутренности, все твое существо любит и стремится, и тоскует по тому, о котором идет речь. Именно поэтому она не может уснуть, и поэтому говорит сама себе. «Я встану и пойду по площадям, по улицам, по городу для того, чтобы найти его». В греческом переводе говорится не «я искала», а «я звала». Я звала, я кричала, и он мне не ответил. Именно поэтому душа неспокойна, и ей не остается ничего, как кроме того, чтобы выйти на поиски. «Встретили меня стражи, обходящий город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя. Ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей, во внутренние комнаты родительницы моей». Ночное приключение этой девушки происходит на улицах Иерусалима. Навстречу ей попадается патруль, стража, который охраняет город. И ключевым здесь является глагол «искать». «Искать» — это литмотив всего Священного Писания. Иосиф ищет своих братьев, Саул ищет оселец у своего отца. В Евангелии все хотят видеть Иисуса и ищут для того, чтобы увидеть Его. Более того, Мария Магдалина ищет Христа пасхальным утром и не находит Его. И всегда эти персонажи встречают по дороге каких-то посторонних лиц, у которых можно спросить дорогу, чтобы они указали путь. Но посторонние остаются посторонними, и нужно лишь как можно скорее расстаться с ними. Именно поэтому, как только она отошла от них, тут же она находит того, которого любит душа моя. Дальше в «Песне песни» говорится «ухватилось». Это удивительный глагол, потому что это тот же самый глагол, который употребляется, когда речь идет об Иисусе Христе. Мария Магдалина пытается ухватиться за Христа. Более того, стражники, которые приходят Его арестовать, именно Его пытаются ухватить, задержать. И здесь мы видим такую внутреннюю драму любви. Всегда любовь сопряжена с какой-то регрессией, то есть с желанием обладать, с инстинктом собственничества, прижать и уже не отпускать от себя. И это желание ведет настолько далеко, что хочется вернуться к самим истокам твоего существования. Поэтому здесь образ матери и внутренних покоев, в которых была зачата возлюбленная, это образ того, что любовь хочет открыть себя до конца, чтобы возлюбленный принял и полюбил ее во всей ее полноте, во всей ее истории и даже предыстории, во внутренних комнатах родительницы моей, там, где она была зачата. И, как мы видим из следующих стихов, ей это удается. Жених не сопротивляется и уходит туда, куда она влечет его за собой. И дальше мы слышим голос жениха. «Заклинаю вас, черри иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленный, доколе ей угодно». И здесь мы легко можем себе представить какую-то тонкую иронию. Действительно, желание невесты было настолько пламенным, страстным, сильным, что оно исполнилось. И вот она вместе со своим женихом в покоях своего дома. И, вероятно, страсть была настолько сильной, что она сама оказывается побежденной, и она засыпает. Она засыпает в объятиях жениха, и тот лелеет ее сон и обращается к публике или к этим тщерям иерусалимским, для того, чтобы они не тревожили и не беспокоили любовь, пока она сама не проснется. Любовь — это дитя свободы, чистоты. Она хрупкая. И до тех пор, пока она сама не проснется, пока ей не будет угодно, не нужно ее тревожить, ее невозможно форсировать и принуждать. И этот рефрен, который мы слышали и в предыдущих главах, как будто некая музыкальная пауза, потому что дальше декорации меняются, и мы слышим новые голоса. «Кто это, восходящий от пустыни, как бы столбы дыма, окуреваемые мирою и эфемиамом, всякими порошками, мироварниками?» В некоторых переводах здесь употребляется не женский род, а мужской. Кто этот, восходящий от пустыни? Вероятно, это может быть голос стражников, которые стоят на стенах Иерусалима вдали, в пустыне, они видят столбы дыма и спрашивают друг друга, что это? Это пожар? Может быть, это вражеская армия, которая несется на верблюдах в клубах пыли? Но вот ветер пустыни доносит ароматы ладана, мира, и понятно, что это не армия, это не пожар, это нечто совершенно другое. «Вот одр его, Соломона, шестьдесят сильных вокруг него из сильных израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из деревьев ливанских, столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалища его из пурпурной ткани, внутренность его убрана с любовью, черемь и русалимскими». В действительности клуб дыма – это клуб фемиама, который окружает переносной трон царя Соломона. И мы видим некую процессию, через пустыню движется этот переносной трон царя. В окружении гвардии шестьдесят сильных вокруг него – это элита. Они сильны, каждый из них вооружен мечом, и поэтому ничто не угрожает царю. Но само описание этого одра или балдахина, или переносного трона, содержит в себе необычные указания. Здесь упоминаются деревья ливанские, серебро, золото, парча, пурпур. Более того, он украшен резными скульптурами, выполненными из драгоценных пород деревьев. Все это напоминает нам Иерусалимский храм. Как будто за этим адром стоит некая большая реальность. И, наконец, мы услышим опять этот голос либо стражников, либо глашатая, которая обращается к жителям Иерусалима. Они здесь названы «тщери сионские» – жители горы Сион, жители Иерусалима. «Пойдите, посмотрите, тщери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его, в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». И здесь возникает вопрос. Все-таки, что же это было за явление? Что же это было за одр? И на что нужно посмотреть? Здесь существует несколько традиций. Прежде всего, считается, что это царь Соломон, который действительно совершает свой триумфальный вход, свое возвращение в столицу, и глашатый приглашает всех жителей Иерусалима выйти и посмотреть на царя, который возвращается после очередной победы, либо готовится к браку, что очень часто переплетается друг с другом, в частности, в 44-м псалме. В любом случае, здесь говорится о том, что готовится некий радостный пир. Это может быть свадьба, это может быть празднование какой-то новой победы. Вероятно, в гарем Соломона прибывает новая принцесса, и жители Иерусалима выходят посмотреть на нее. И тогда вопрос, а где же невеста? И можно себе предположить, что как раз в этом адре, в этом балдахине находится она. Стражники 60 сильных ходили в поход в другую страну для того, чтобы доставить невесту Соломона в Иерусалим. Другая замечательная традиция говорит о том, что этот переносной трон в действительности является троном славы. И здесь, как в пророчестве Изекииля, Господь, царь славы, входит в свой храм. И, наконец, в перспективе Нового Завета мы здесь видим некоторые темы, которые затем возвращаются в Евангелие от Иоанна, потому что истинный царь славы – это Иисус Христос. Мария Магдалина его ищет, и в этом она младшая сестра, возлюбленная из песни песней. И в тот момент, когда готовится день славы, час славы, смерть и воскресение Христа, то мы тоже узнаем похожие символы. Прежде всего, евангелист Иоанн употребляет слово «лифостротос», и это слово заимствовано из песни песней. Тем самым, он нас возвращает к этому эпизоду, когда царь Соломон входит в Иерусалим как царь. Пилат садит Христа на место, которое называется «лифостротос», по-еврейски «гавафа». Но по-еврейски слово «гавафа» означает не совсем то же самое, что «лифостротос», потому что здесь важно именно греческое слово, которое указывает на царский трон, на царское достоинство Христа. И точно так же Христос получит знаки царской власти. Он будет одет в царский пурпурный плащ, будет увенчан венцом. Более того, на кресте будет прибита табличка, на которой будет прямо сказано «се есть царь иудеев». И тоже будет готовиться некий брак, некая свадьба, некое торжество. Но евангелист Иоанн указывает, что в этот день все готовились к празднику Пасхи, это был день приготовления. Но царство, которое приходит вместе со Христом, это царство не от мира сего. Таким образом, «Песнь песни» нам дает ключ и к книгам пророков, и к Новому Завету, и в частности к Евангелию от Иоанна, для того, чтобы в новой глубине и в новой поэзии открыть для самих себя тайны нашей веры. На портале «Экзегет.ру» с вами был претерий Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.